Мотор, камера, звук, W2. Ну что, всем привет! Дорогие друзья мои, мы давно с вами не виделись. Я уже успела соскучиться за всеми вами. И сегодня мы с вами будем вязать, угадайте что? Коврик. Вот такой классный коврик из трикотажной пряжи в детскую комнату. Вообще можно его вязать в любую комнату, не только детскую, да, вы поняли? И любым узором. Сейчас я вам его покажу как-то в руках, попробую. Вот такое, видите? Вот такие полоски, 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 полоски. И с этой стороны более широкие полоски. Ну, нелегкий такой коврик, конечно, получается. 7 бобинок у меня ушло. Но, если будете вязать большего размера коврик, то уйдет у вас 8-9, а то 10 бобинок. И коврик будет еще тяжелее. Вообще, вязанный коврик это очень классная идея в детскую комнату, так как его можно связать абсолютно любым цветом, подобрать нужно пряжу под ваш интерьер. И можно связать любой формы. Вот мы будем вязать такой прямоугольный. Можно и вязать квадратный. Можно, если у вас там место для коврика более такое квадратное, то вяжите квадратный. Можно круглый. Можно, знаете, зверята всякие сейчас вяжутся. Разные котики, там, совы, мишки. Можно в виде зверят связать. Все они, вот такие коврики, достаточно легко вяжутся. И вот такой коврик можно связать за один день. То есть, вы утром просыпаетесь, кушаете и вперед начинаете вязать. К вечеру он у вас будет готов. Предупреждаю, если вы ранее не вязали из такой пряжи такие ковры, то у вас будет болеть рука. У меня болела рука поначалу, но потом, знаете, как после спортзала накачаешься немножко, мышцы привыкают, и потом уже рука перестает болеть вообще. Хочу сказать два слова о том, как стирать вот такие ковры, как ухаживать за ними. Сразу, сразу хочу вас предупредить, чтобы вы не сделали ту ошибку, которую сделала когда-то я. Значит, что я сделала? Я взяла коврик. Сейчас еще покажу один. Вот этот. У меня есть коврик пингвин и подушка пингвин. У меня этот коврик небольшой, видите, пингвин этот. Совсем он такой получился небольшой. Вот такие коврики зверят часто используют для фотосессий. Так вот, забросила я его в машинку стиральную, включила с тысячу оборотов. Ну, хотя бы, может быть, надо было прочитать в интернете, как их стирать, или я не знаю. Ну, я не стала ничего читать. Кинула, насыпала порошка и включила на полчаса при 30 градусах. Вот он стирался. И когда машинка его начала отжимать, девочки, я так испугалась, что она его просто растянет в пух и прах. Но он, можно сказать, выжил, но пострадал, пострадал. Вот такие получились дырки. Сейчас я ближе покажу. Посмотрите, какие большие дырки. Вот пальцы, видите, просто проходят сюда. Столбик от столбика, видите, находится на расстоянии одного сантиметра. А то и даже и два, возможно, или полтора. В общем, тут большие дырочки остались такие. Видите, как сетка, как филейная сетка точно. До того, как вот это я все сделала, как я его неправильно постирала, он был нормальной плотности. Я его вязала толстым крючком, по-моему, десяткой, но плотненько вязала. Вот по краям еще более-менее он так сохранил свою плотность. Вот здесь сейчас тоже покажу. Вот, видите, здесь все более плотно. Видите, столбик возле столбика. И для сравнения давайте возьмем вот этот коврик. Смотрите, как я плотно вязала. Вообще, столбик возле столбика. В общем, вязка здесь поплотнее, потому что поменьше крючок. Когда машинка начала его выкручивать, вот это место, вот когда она крутилась, смотрю, и вот это место как раз было в центре, вот в эпицентре этого урагана. И оно просто вот растянулось. Поэтому я вам советую ни в коем случае вот такие небольшие коврики не отжимайте на высоких оборотах. Не нужно этого делать. Включите, ну, может 400, может максимум 600. Тогда я хотела его получше отжать, чтобы поменьше было воды трикотажной вот этой пряжи, и он быстрее высох. Но если вы будете стирать жаркую погоду, он и так быстро высохнет, ничего там, но оно и быстро сохнет. Не надо прям его сильно отжимать. Поэтому я в следующий раз буду отжимать где-то оборотов 400 максимум. Это максимум. Пусть лучше на сушилке, вот так я его потом разложила, пусть лучше он лежит на сушилке чуть-чуть дольше, там лишние 2 часа, но зато он будет в нормальном виде. Руками стирать тяжело такие коврики, потому что он при намокании становится очень тяжелый. И трудно его даже порой взять, постирать щеткой, еще можно как-то там, знаете, легонько почухать. А выкручивать будет вам тяжело. Вот этот ковер, он же побольше идет, поэтому я думаю, он в принципе поместится в стиральную машинку. Но при намокании он станет тяжелее, будет раза в 2 точно, а может и в 3 тяжелее. Если большой у вас барабан в машине, он поместится и можно его постирать в машинке. Лично я не боюсь стирать в машинках вот такие изделия, из трикотажной пряжи, ничего с ними особо не случается, если не включать высокие обороты. Ковер такой можно связать и себе, в квартиру куда-то, в дом, в любую комнату, куда он красиво впишется. В детскую комнату вот такой коврик отлично подойдет на подарок. Пишите в комментариях, как вам вообще вязаный коврик, и нравятся ли вам такие ковры, вязали вы их раньше или нет. Напишите, пожалуйста, мне очень интересно, и обязательно напишите, как вы за ними ухаживаете. Есть ли коврик небольшого размера, и есть ли коврик большого размера. Ну, где-то там 2 на 2, если у вас такой есть. Распишите, пожалуйста, в комментариях, будет всем интересно это все почитать. Так, свой коврик я скручиваю в трубочку, вот так вот. Оп. Ну что, давайте вязать. Ну и, естественно, нам понадобится много пряжи. Я взяла разные цвета. Вот такая у меня пряжа Елена и Ко. Из этой пряжи мы с вами уже вязали корзинку. Ссылку на мастер-класс по корзинке оставлю вам под видео, если кто не видел, или переходите по подсказке. Значит, смотрите, у меня одна бобина розового цвета. Звезды на розовом фоне называется цвет. Здесь нету номера цвета, видите, а просто название цвета. Дальше 3 бобинки вот таких серых нужно. Называется серый меланж. Посмотрите, какой красивый. 3 бобины вот такого цвета нужно. Голубая бобинка, одна как розовая. Звезды на голубом. И вот такая бежевая одна. Звезды на бежевом таком цвете. И звезды на сером цвете, видите, на сером фоне. В общем, набрала я этих звездочек. Пряжа Елена и Ко продается как в бобинках, так и в роликах. А какую покупать, уже решайте сами. Я сняла для вас небольшое видео о том, как выбрать, какую пряжу лучше купить в бобинке или в ролике. Так что посмотрите. Ссылочка внизу под видео. В ширину эта пряжа 7-9 мм. Естественно, если взять эту пряжу вот так вот и раскрутить ее, то по ширине она будет составлять 7-9 мм. Вес бобины 350 плюс-минус 10 грамм. Длина 100 плюс-минус 10 метров. Ссылочку на вот эту пряжу, где ее можно купить, все соцсети, я вам оставлю внизу под этим мастер-классом. Обязательно переходите, смотрите. И, внимание, с моим промокодом АКМАН20 при покупке вот этой пряжи на вот этих сайтах, когда будете покупать, вводите промокод. Вам будет скидка 20%. Так что пользуйтесь обязательно промокодом и покупайте пряжу дешевле. Для своего коврика вы можете подобрать совсем другую цветовую гамму, например, под ваш интерьер. Количество пряжи может быть таким же, то есть 7 бобинок, или вы можете сделать коврик чуть больше, купив 8-10 бобинок, или чуть меньше, уже как пожелаете. Также в этом магазине Елена Ко продаются вот такие маленькие бобинки. Если вы хотите пустить пару полосочек, например, какого-то одного цвета, вот такого полосатого, то можете купить маленькую бобинку. Но именно вот такую вот пряжу со звездочками я больше нигде не встречала, ни в одном магазине, только в этом Еленой Ко. Обязательно пользуйтесь этим промокодом, что я вам назвала, потому что без него пряжа вам обойдется дороже. Ну что ж, давайте приступим к вязанию. Я вам сейчас покажу большой образец, который я связала. Данный образец я вязала крючком номер 6. Вот такое получилось, видите, полотно. Оно связано обычными столбиками с накидом. Этим же крючком мы и будем вязать весь коврик. Давайте сейчас свяжем небольшой образец, я покажу, как я вязала коврик. Берем, делаем первую петлю крючком. Вот так. И набираем по ширине нужное количество воздушных петель. Этот коврик я вязала, набирая 55 воздушных петель по ширине. Сейчас мы с вами маленький образец свяжем, я просто покажу принципы вязания, не буду вязать длинную цепочку. Когда набираем воздушные петли, старайтесь, вот, смотрите, выкинули вот так петлю и все. Не нужно ее дальше вот как-то увеличивать, делать больше ее вот так вот не нужно. Смотрите, зацепили нитку, вытащили, головка крючка прошла и все. Снова берем, зацепили, вытащили и все. Видите, плотненько вяжем цепочку. И вот мы набрали нужное количество петель по ширине воздушных петель. У меня сейчас 6 воздушных петель для примера. Если вы уже вяжете коврик, то вы набираете 55 воздушных петель. Дальше 3 воздушные петли для подъема на следующий ряд. Вяжем так же плотненько. Вот так. Накид. Отступаем от крючка 1, 2, 3 вот эти воздушные петли. Так же 4 отступаем. Это 4 воздушная петля, как бы основание вот этого столбика из 3 воздушных петель. И вводим крючок аж в 5 воздушную петлю сюда. И вяжем столбик с накидом. Тоже плотненько вяжу. Следующий сюда. Так. И еще 2 в каждую воздушную петлю. Смотрите, когда вводим воздушную петлю, то правильно вводить не вот сюда, под одну нитку, видите? Вот. Вот если сюда ввести, то будет одна нитка над крючком. А ниже вот сюда. Вот она. Нитка как бы снизу одна. А над крючком получается 2. Вот. 1, 2. И вяжем столбик с накидом. И последний сюда вниз. Провязали первый ряд. Дальше вяжем следующий ряд. Поднимаемся. 1, 2, 3 воздушные петли. Провязываем плотненько. Разворачиваем наше изделие. Делаем накид. Вкалываем крючок. Смотрите, куда они. Вот сюда, в дырочку. Это как бы первая, да, она. А над ней вот этот столбик. А в следующую, вот она. Видно вам? Вот сюда. В вершинку нижнего столбика с накидом. И вяжем в обратную сторону столбики с накидом. Последний столбик провязываем, вводя крючок, в третью воздушную петлю. Вот. 1, 2, 3. Видите, это лицевая сторона. Вот хорошо видно лицевые костички. А это изнаночная. Вот в самую третью, самую верхнюю. Сюда ввожу. И вяжем столбик последний. Так, готово. Поднимаемся на следующий ряд и вяжем аналогично третий ряд. Так, опять последний столбик. Вяжем сюда, вводя крючок, в третью воздушную петлю, которую мы вязали для подъема. Все, смотрите, вот я провязала 3 ряда. И, например, нам нужно сменить цвет пряжи. Для этого, смотрите, мы не довязываем последние 2 петли. Вот так оставляем на крючке. Вот этот столбик последний, как бы его не довязываем. Берем пряжу, оставляем небольшой хвостик, вот пол ладони где-то такой хватит. Можно чуть длиннее. Берем, цепляем его крючком и через эти 2 петли протягиваем нитку. Все, теперь у нас другой цвет пряжи будет. Берем эту ниточку и вяжем воздушные петли, так же само. Раз, два, три. Поворот, разворот. Накид. Подтягиваем здесь петелечки. Лишнюю нитку обрежем, чтобы не висело. И вяжем в обратную сторону. В первую дырочку мы не вводим крючок сюда, потому что здесь столбик над ней. А сюда в следующую. И вяжем аналогично другим цветом. Если нужно опять сменить пряжу, то здесь обрезаем пряжу, эту берем еще какой-то цвет, например, опять серый. Прикрепляемся и вытягиваем через 2 петли. Если не нужно менять цвет пряжи, а нужно просто закончить уже коврик, ну, например, вот мы довязали коврик последний ряд, то мы просто провязываем петлю вот так и ниточку обрезаем. Дальше еще раз набрасываем нитку на крючок, вытягиваем через петлю полностью и очень туго затягиваем. Очень туго. Вот мы и связали мини-коврик. Теперь я покажу сейчас, как я прятала кончики в большом ковре. Значит, смотрите, у нас вначале, когда мы набирали цепочку, вот остается такой хвостик. В конце получается хвостик. И по бокам коврика с каждой стороны здесь и здесь будут вот такие хвостики. Там, где мы меняли цвет пряжи. Давайте начнем, например, с этих двух хвосток. Нужно определить, где у нас будет изнаночная сторона нашего коврика. Определили. Берем эти хвостики и завязываем их в узелок. Раз. Перевязали. Вот так очень туго затягиваем. Поправляем, чтобы все было ровно. Столбики, чтобы не затягивались сюда в узелок. Сам столбик, чтобы туда не затягивался. Чтобы он не становился меньше. Вот этот крайний столбик. И второй раз. Перевязываем так. Смотрите, вот. Перекрещиваем нитку. И вот эту бежевую вот так. Вот так я перевязываю, чтобы серый цвет ишел к серому. А бежевый, к бежевому. Видите? Вот так. И очень-очень туго затягиваю. Иногда прям у меня рвалась нитка, я так туго затягиваю. Дальше. Где у нас изнанка? Давайте здесь будет изнанка. Без разницы, да? Для того, чтобы удобнее было прятать кончики, мы возьмем крючок поменьше. Теперь берем ножнички и вот так ниточку раскручиваем ее. И разрезаем. Не боимся, режем уверенно вот так. Ничего страшного. Если чуть-чуть не прямо вырежете, а чуть-чуть наискось пошло, то ничего страшного. Это все-таки мелочи вообще. Вот так режем, режем, режем до упора прям туда. Так, видите, как вот так разрезали. Теперь берем эту ниточку и аналогично раскручиваем и разрезаем пополам. Берем крючок номер 3. Эти две ниточки протягиваем сначала через какую-то ножку столбика, через какую-то нитку. В общем, вот так на полотне берем и вытягиваем. В любом месте. Где вам только захочется. Где вам покажется, что нужно именно там протянуть. Дальше рассоединяем. Вводим опять крючок под какую-то дужку, вот одну. Цепляем уже одну нитку. Вытягиваем ее. И завязываем в узелок. Раз. Вот так. И два. Порядок. Дальше я снова брала вот так, соединяла, протягивала через какую-то дужечку. Вот сюда, например. И затягиваем так сильно, чтобы узелок спрятался туда в полотно. Вот так. Рассоединяем снова и опять под какую-то дужку вот так протягиваем одну ниточку. И снова завязываем. Все. Теперь берем вот эти два хвостика и просто протягиваем их в ножки наших столбиков. Так, лишние хвостика обрезаем. Прям под корень вот так. Раз. Аналогично прячем и вот этот бежевый кончик с этой стороны. Только уже по столбикам бежевого цвета. Ни в коем случае не прячем его где-то на сером пони. Потому что его будет видно. С этими двумя хвостиками поступаем аналогично. Здесь уже даже показывать нечего. Так, думаю, вам все понятно. В итоге у нас на готовом коврике не будет видно никаких хвостиков. Вот так вот. Если вы знаете какой-то другой способ, которым вы пользуетесь, когда прячете кончики, то пользуйтесь, конечно же, своим, если он вам более удобный. Теперь я вам покажу свои записи по этому коврику. Вам уже, конечно же, будет проще. Потому что вы уже знаете, сколько рядов получается с каждой бобинки пряжи. У меня коврик вот такой получился полосатый. А вы, зная, сколько рядов получается с каждой бобинки, вот, например, взять, если серую бобинку, вот эту, однотонную, то вот я нарисовала такой кружочек вверху. Написала, буковка С, это серый цвет. И подписала 9. Из одной бобины 9 рядов получается в высоту. Дальше вторая бобина 9, третья 9. Из розовой бобины получилось 7 рядов, из голубой 9, из бежевой 7. И из бобинки звезды на сером фоне тоже получилось 7 рядов. Кстати, уточню, обязательно это нужно вам уточнить, сказать, что из голубой бобинки тоже было бы 7 рядов. Почему у меня здесь получилось 9? Потому что у меня была одна бобина и у меня был еще ролик. И эти два ряда я вывязала уже из ролика. Поэтому, если у вас будет только одна бобина голубого цвета, то у вас будет здесь 7. В общем, я написала 9, потому что я вывязала 9 рядов голубым цветом в этом коврике. Давайте я вот так вот подержу пару секунд. Вы сделаете себе скриншот и потом будете смотреть там на телефоне или где-то. Сколько рядов каким цветом я вязала, вот здесь я пронумеровала. Вот, например, серый 4, розовый 4, серый со звездочками 4, 4, бежевый 3, опять серый однотонный 3, голубой 4, ну и так далее. Слушайте, ну у вас опять большое преимущество в том, что вы уже знаете, сколько рядов каким цветом у меня провязано, да? И вы можете эти полоски по-другому распределить, разместить. Можете голубую перенести сюда, зная, что здесь, вот, например, 4 ряда голубым связано, можете разбить одну полоску напополам, провязать здесь 2 ряда, а здесь еще раз где-то голубым. Тоже 2 ряда. Вы можете уже переставлять полоски туда-сюда, делать их уже, делать их шире. Можете нарисовать себе отдельный коврик. И если хотите четко симметричные какие-то полоски, то сядьте и нарисуйте красиво, чтобы вы заранее знали, где какая полоска у вас будет. Ну и, естественно, цвета вы можете подобрать под ваш интерьер, под интерьер детской комнаты или гостиной. Значит, если вы купите пряжу не в мотке, а в ролике, вот как у меня вот осталось немножко, видите. Перед тем, как будете вязать коврик, вот вы возьмите один ролик и вытяните весь ролик полностью. Вот так обработайте, поработайте с ним. Постарайтесь, чтобы толщина нити везде была у вас одинаковая. Конечно, вязать из роликов более бюджетно получается. Посмотрите подсказку, если вы не можете определиться, какую пряжу купить в роликах или в мотке, и вам все станет ясно. Еще один вариант, как прятать кончики, даже не прятать кончики, можно сказать, а как соединять трикотажную пряжу, чтобы не было этих кончиков. Смотрите в моем отдельном видео. Ссылочку на этот мастер-класс я также оставлю под этим видео внизу. Только этот метод, сшивать трикотажную пряжу вот такой обычной иголкой, подойдет в том случае, если вы вяжете, вяжете, например, вот на сером фоне вяжете, вяжете, вот, например, столбик, у вас закончилась пряжа, и тогда лучше не связывать пряжу здесь, а пришить. Тогда вообще не будет на полотне, в середине полотна, где-то посередине коврика, вообще не будет никаких концов. Спасибо, что досмотрели этот мастер-класс до конца. Спасибо вам вообще, что смотрите мои мастер-классы. Я очень рада, что они вам помогают учиться вязать. Я очень рада каждому гостю, который заходит на вот этот наш канал, канал о вязании с бесплатными мастер-классами, и потом этот гость становится подписчиком и учится классно вязать. Пусть у каждого человека на этой земле, кто хочет научиться вязать, будет такая возможность. Учитесь по этим моим бесплатным мастер-классам вязать. Подписывайтесь на мой канал обязательно. Если вам понравился мастер-класс, ставьте лайк. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!